Котовского до Октябрьского по Ленина Котовского до Октябрьского по Ленина Котовского до Октябрьского по Ленина Существует усиливать контроль за работой этой службы Это нормально? Конечно не нормально, но все должно быть В горизонте очевидно Что там произошло, так ее приняли Может это были так выполнены некачественные работы Что колодец просел Тут много факторов То есть нужно понимать просто, кто отвечал за эту дорогу, кто ее принимал, и уже надо усилять ответственность за ту работу, которую человек осуществляет. Кроме Победы у нас никакая из новых дорог не прошла экспертиза, насколько я знаю. Вы сообщили информацию из укладчиков. Нет, непосредственно вырезку. Естественно, Первак перекладываться не будет, но с этим как-то мы будем жить. Калинина же в своем когда-то, где дворец стоит, тоже ее не приняли, насколько я знаю. Но она тем не менее живет. Что будет с Перваком? Скажу вам больше. Вот сейчас в результате вот этой диверсии, так ее назовем, вырезку делали, и даже с учетом нефтепродуктов асфальт соответствует всем стандартам. Просто мы это сделали специально, попросили подрядчика, чтобы он вырезал, и провели анализ. Может быть сразу сказали, все, ребят, ну все, этот асфальт, вот он не соответствует ничему. И что дальше делать? Экспертиза показала, что все нормально. Поэтому, не знаю, откуда у вас такая информация, но тогда бы дороги просто не принимались. А вырезки будут когда-то заделывать хоть? Ну, должны, должны, конечно, должны. А когда озаборивание города прекратится? Озаборивание, что вы имеете ввиду? А на всех, на красных линиях, те же самые, не нужны какие-то... Ну, а не заборы, а ограждения, да, эти? Мы участвуем в программе безопасной и качественной дороги. Эти программы, они федеральные, то есть мы там участвуем в софинансировании. То есть основные деньги это либо краевые, либо федеральные. И там есть требование, что мы, выполняя вот эти работы, да, по реконструкции дорог, мы обязаны эти заборчики поставить. Мы должны сделать то, мы должны сделать... То есть мы не имеем права от этого отступить. Другой вопрос, что мы и демонтировать беспринципно их тоже не можем. Вот когда будут, будет у нас возникать не то, что необходимость, а повод для того, чтобы это сделать. Ну, мы, наверное, если они действительно ограничивают где-то движение и не соответствуют здравому смыслу, мы, возможно, будем их убирать, но на начальном этапе мы должны их поставить. Потому что, ну, программа, мы в ней принимаем софинансирование. Вот наша такая российская действительность, к сожалению. Да, где-то они действительно мешают, где-то, может быть, было наоборот логичнее здесь сделать пешеходный переход и не ограничивать движение человека, потому что, ну, там все логике следует. Поэтому вот такая реальность. По поводу вот этой диверсии с разливом неустановленного нефтепродукта по трем улицам. Есть какие-нибудь данные от правоохранительных органов? Я так понимаю, что если уголовное дело возбуждено, то что процесс какие-то идут, да? Ну, разыскные мероприятия. Есть ли какие-нибудь свежие данные по, ну, хотя бы определению круга подозреваемых? Ну, есть такое понимание, что как тайна следствия, то есть те факты, о которых я знаю, то есть они мне не позволяют всю картину представить. Я знаю, что есть задержанные, есть водворенные в изолятор, я его так, наверное, в следственный изолятор правильнее его будет назвать, поэтому работа ведется, но каких-то пока конкретных сообщений, которые подтверждены уже материалами следствия у меня, к сожалению, нет. Продолжение следует...